На днях в Москве состоялся всероссийский турнир по кудо. Съезд лучших бойцов страны – дело нередкое, однако именно на этих соревнованиях спортсменам выдался шанс отобраться на Кубок Мира, который в 2017 году пройдет в Индии. В борьбу за такой лакомый кусок отправились и приморские кудоисты. Соперниками были ребята, которые занимали первое, второе, третье места на чемпионате России и на Кубке России. И поединки довольно-таки были такие напряженные у нас. Но, я еще раз говорю, ребята постарались. В принципе, я считаю, что это 100% выполнили. Из пяти человек три отобралось и двое стали призерами. Этой пятеркой, представляющей Приморский край и Дальний Восток, стали довольно известные владивостокцы – Игорь Пермин, Константин Караульных, Гигамма Новозян и Евгений Шаломаев. К ним в команду также присоединился Андрей Гришин из Находки. Он, кстати, в отличие от других, ехал на турнир, как это называется, вслепую. Поездка была вообще внезапная моя туда, на этот отбор, так как уже начали сборы, подготовка. И только на середине первой недели мне сообщили, позвонили в Находку моему тренеру Резепкину Владимиру Николаевичу. И спрашивают, как я готов после края, тренируюсь ли я. Начал тренироваться только в сентябре. И, как сказал мой тренер, эта судьба у меня улыбается. Второй раз отобраться в сборную. Интересно, что в финале Гришину в соперники попался коллега из Владивостока. Гигамма Новозян поражение принял с достоинством. И отметил, что вторым местом на турнире остался вполне доволен. Московские судьи так решили, что нужно будет ехать ему, а не мне. Но ничего страшного. Значит, так дано, что нужно ему поехать. Он так сильно не расстроился, потому что бой был равный. И проигравшим вроде бы себя не чувствовал. И Андрей тоже так же думает. Золото турнира и билетик в Индию достались также Игорю Пермину и Константину Караульных. Ожидалось, что такая же удача улыбнется и любимцу приморских болельщиков Евгению Шаламаеву. Однако он смог достичь только третьего места. Говорит, в решающем бою соперник по-настоящему застал его врасплох. Мы с ним встречались в первый раз. И, ну, скажем так, он меня перехитрил. Очень хитрый такой, болевой на ногу мне сделал. Честно сказать, я оказался не готов просто и проиграл. Надо будет это проработать. Может взять на заметку. Есть же такое выражение, что противник, он же является учителем для тебя. Те же, кто участвовал во всероссийском турнире, но свою путевку на Кубок мира не получил, автоматически допускаются на чемпионат России. Поэтому времени отдыхать и отмечать новогодние праздники, по словам бойцов, у них сейчас не будет. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.